Настоящий материал, информация, произведён, распространён и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича. Привет-привет. Я обещал, вот он и явился. 351-й выпуск программы «Музыка на свободе». Меня зовут Артемий Троицкий. Сегодняшний главный герой у нас, чья музыка и голос отчасти займут всю вторую половину передачи, это Блэйн Эл Рейнингер, в прошлом участник одной из моих любимых групп всех времён «Таксидума». Но сейчас мы ознакомимся с его последними сольными работами. А начнёт сегодняшнюю программу «Фэт Уайт Фэмили». «Фэт Уайт Фэмили» — в общем-то, одна из моих любимых английских групп и мои главные любимцы, можно сказать, лондонской сцены середины десятых годов. «Братья Лайес» и «Натан Сауди». И у них постоянно меняются все прочие участники. И вышел у них уже четвёртый альбом. Четвёртый альбом. Кстати говоря, первый за пять с лишним лет. Предыдущий вышел в девятнадцатом году. Альбом этот называется «Forgiveness is Yours», «Прощение за вами». И много там смешных названий среди песен этого альбома, но я выбрал самое смешное полигами из «Only for the Chief». То есть полигамность — это только для начальников. Субтитры создавал DimaTorzok 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 «That White Family» из Южного Лондона и их четвёртый альбом «Forgiveness is Yours». Следующий альбом у нас «Израильский». Имеется там один такой продюсер, мультиинструменталист и композитор, выступающий под псевдонимом «Сангид». Вышло у него довольно много альбомов, и все они такие, как и вообще большая часть израильской музыки с этническим уклоном. В данном случае он соединил свои усилия с одной из самых известных, может, даже самой известной израильской певицы, Ясмин Леви её зовут. Ей 48 лет, она из сефардов, то есть это такие испанские евреи, язык ладину, точнее диалект, наверное, можно сказать. И вот новый альбом «Сангид» называется «Уру». Как пишется это название, можете посмотреть в плейлистах, они печатаются на сайте музыки на свободе и вообще на свободе.org. И с него песня «Аора Массерка». «Аора Массерка» «Аора Массерка» «Аора Массерка» Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok Ну а теперь послушаем немного, после Unhappy Bird, немного очень счастливой музыки. Попалась мне такая компиляция под названием «Crochet le feu», то есть «Огненное дыхание», и это артисты монариальского канадского лейбла «Sauce Picant», то есть «Пикантный соус». Ну и на самом деле, в общем-то, довольно пикантная музыка, в основном латинская, и это переселенцы в Канаду из различных латиноамериканских стран. Начнем с Ансуары, которая уроженка Венесуэлы, и поет песню «Рейна». Субтитры делал DimaTorzok 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 «Изгнание», то есть Субтитры делал DimaTorzok 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 Ну и завершит эту канадско-южноамериканскую подборку Бьянка Роча из Бразилии И в ее исполнении песня «Рода» Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Но я просто не мог оторваться от его музыки И в результате Блейн Рейнингер займет все последние шесть треков нашей сегодняшней программы DimaTorzok 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 группами, участвуют в всевозможных проектах, пишут много музыки для театра и кино и прочее, и прочее. Начнем мы нашу сегодняшнюю экскурсию по Блейну Рейнингеру с недавно переизданного альбома Songs from the Rain Palace, песни из Дворца Дождя. Альбом этот, вообще говоря, 1990 года, был записан вместе с Питером Принциплом, еще одним участником такси Демон, он, к сожалению, не умер, также Стивеном Крэмером на гитаре и Эриком Спейчмом на саксофоне. С этого альбома послушаем трек, которого не было на оригинальном издании 1990 года, трек под названием Where Are You. И надо сказать, что он исключительно хорош, и очень жаль, что если бы не это переиздание, то его бы люди и не услышали. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Субтитры создавал DimaTorzok Блейн и Рейнингер «Я наследую Дюны» альбом «Wounds and Blessings». Следующая песня, скорее, говорит о французском влиянии на творчество Рейнингер, да и называется она по-французски «Шемизрис», то есть «Серая рубашка». Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Двойного альбома Он вообще разделен на четыре части А теперь с четвертой части этого альбома Которая преимущественно инструментальная Мы и послушаем такую пьеску Которая особенно хороша тем Что на саксофоне Это единственный тракт Где на саксофоне подыгрывают Рейнингеру Его друг и соратник по таксидам Стивен Браун Называется пьеса «Quarter Teen» Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Блейн Эл Рейнингер и Стивен Браун «Quarter Teen» Называлась эта пьеса Рейнингер играл на своей фирменной скрипке Ну и к тому же он тут естественно автор композитора Стивен Браун сыграл замечательное соло на саксофоне Ну и наконец последний альбом Блейна Эл Рейнингера Вышел в прошлом году на венском лейбле Кланг Галерии Называется он Ghost Festival Фестиваль призрак Может быть фестиваль призраков Забыл сказать Что перед фестивалем призраков У Рейнингера вышел еще один альбом Но там такая чисто Как бы сказать Амбиентная музыка Это музыка из фильма О мировом океане Ocean Scene по-моему называется этот альбом Ну в общем Послушав его я подумал что для радио Это супер статичная музыка В общем-то Не очень хорошо подходит Поэтому все-таки выбрал альбом его С большим поп-уклоном И послушаем два трека С фестиваля призраков Первый из них Это вокальный трек И в общем-то абсолютно в стиле рок Я бы сказал Что даже он немного пародирует рок И называется Это песня I hear the singing ape Я слышу поющую обезьяну КОНЕЦ 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 Я слышу поющую обезьянной танец КОНЕЦ 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 I hear the singing ape Блейна Райнингер. И это один из немногих вокальных треков на его последнем альбоме Ghost Festival. Ну, а завершу я сегодняшнюю программу, а заодно и знакомство с альбомом «Фестиваль призрак», просто невероятной по красоте композиции Блейна Лесли Райнингера под названием «Novacord». Действительно, изумительно красивая музыка, и тем более обидно, что вот такие выдающиеся работы, как работы Блейна Лесли Райнингера, в общем-то, проходят в музыкальном мире совершенно незаметно. И кроме отдельных специалистов, отдельных каких-то фанатов, отдельных людей, которых в свое время еще так «Сид Мун» зацепили, в общем-то, никто эту музыку, к сожалению, не слышит и не может ее оценить, хотя она фантастически хороша. Итак, Блейн Лесли Райнингер, «Novacord», альбом Ghost Festival. Счастливо, и до следующей недели. Это был Артемий Троицкий, программа и подкаст «Музыка на свободе». На подкаст, разумеется, можно подписаться, и я вам очень советую это сделать. Всем счастливо! Артемий Троицкий, программа и подкаст «Музыка на свободе». Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok